Расширенное заседание Комитета по международным делам сегодня было посвящено нескольким вопросам. И первым вопросом рассматривалась проблематика развития международного сотрудничества на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Актуальные вопросы по данному направлению были рассмотрены на примере организации деятельности в Ульяновской области. Сегодня мы представляем собой субъект Российской Федерации, который активнейшим образом развивает сотрудничество более чем с 30 странами. Торгово-экономические отношения строятся более чем со 100 странами, включая и импорт, и экспорт. Товарооборот региона неуклонно растет, а уровень привлеченных инвестиций и количество созданных рабочих мест, конечно, сегодня звучали очень убедительно для уважаемых сенаторов, поскольку именно эти ключевые показатели и отражают, насколько правильным путем мы идем, развивая международные межрегиональные связи, как на уровне субъектов Российской Федерации, так и на уровне муниципалитетов. Действительно, нам удалось представить ту уникальную модель, которая сформирована в регионе Российской Федерации. Нужно отметить, это было неоднократно подчеркнуто, что Ульяновская область – это не сырьевой регион, который отличает от Татарстана, например, от Самарской области, от других регионов, где есть определенные ресурсы, на которых строится бюджет образования. И, соответственно, на текущий момент мы не можем соответствующие свои сильные стороны показать, но при всем при этом мы отличаемся от других своей креативностью, своей мобильностью, своей активностью. И это помогает нам выстраивать открытые взаимоотношения со многими странами мира, привлекая в регион инновации, лучшие практики, лучшие технологии, вложение капитала в создание новых производств. А за последние 10 лет было привлечено и реализовано более 110 инвестиционных проектов, среди которых многие мировые бренды, такие как Bridgestone, ДМГ Моррис Эйки, Токата и многие-многие-многие другие. Какое решение было озвучено по итогам заседания? Мы обозначили ряд вопросов, связанных с нормативным регулированием на сегодняшний день деятельности на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Какие барьеры существуют для того, чтобы развивать международную кооперацию, международные связи на уровне муниципалитетов? Этим вопросом сенаторы занимаются уже определенное время. Ульяновская область, в частности город Ульяновск, в лице руководителя городской думы разработали уже законопроект, который был представлен уважаемым сенатором. На сегодняшний день существует, конечно, несколько подходов, потому что мы знаем, сколько юристов, столько и мнений. Кто-то говорит, что необходимо корректировать законодательство, регулирующее основы местного самоуправления. Другие склоняются к тому, что необходимо регулировать четвертый федеральный закон о внешнеэкономической деятельности, международной деятельности субъектов Российской Федерации. Но в целом и в общем все сошлись воедино, что текущая ситуация на внешнеполитическом пространстве сегодня похожа на подкову. И если ранее некоторые нормы не существовали, существовали пробелы, давая полное безграничное пространство и возможность для выстраивания на уровне муниципальных образований субъектов своей деятельности по развитию международного сотрудничества, то, наверное, именно сейчас пришло время прописать процедуры и установить регламентированный порядок того, как эта деятельность должна осуществляться, чтобы быть успешной на примере Ульяновской области.